Привет, ребят! С вами опять я, Полина Червова, и я рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих с Полиной Червовой». Как ваше настроение? Вы готовы учить английский? Я надеюсь, что вы настроены решительно, и сегодня мы с вами продуктивно позанимаемся. В прошлый раз я снимала видео про известные слова и их новые значения. То есть я рассказывала, что, например, hand — это не только кисть, но и оказывать помощь. Если вы вдруг не смотрели это видео, то я оставлю ссылку в описании к этому видео. Ну а сегодня я сниму вторую часть по вашим просьбам. Итак, первое слово — это spring. Что это? Это весна, да? Все знают это слово. Но также у этого слова есть еще несколько значений. Первое — это прыгать, то есть так же, как и слово drum. Второе значение — это пружина. А третье слово — это источник, то есть какой-то источник, где вы набираете воду. Давайте составим несколько примеров. Первый — tears sprang from her eyes. Слезы выпрыгнули из ее глаз. Либо, например, he sprang from the bed. Он выпрыгнул из кровати. Либо теперь давайте составим пример со словом spring в значении пружина. Например, this device didn't work without the spring. This device — это устройство. Didn't work without the spring. Не работало без пружины. Запомнили слово spring? Это весна, пружина, прыгать и также еще источник. Второе наше слово — это слово can. Can. Все знают это? Это модальный глагол, да? Мочь. Я могу пойти туда. I can go there. Либо я могу помочь тебе. I can help you. Но также can — это консервная банка. Вы знали? Да, can — это консервная, обычная классическая консервная банка. Например, he has eaten the whole can of beans. Он съел целую консервную банку бобов. И третье слово в нашем сегодняшнем списке — это fine. Все знают это слово, да? Например, how are you? I'm fine, thanks. То есть, как ты? А я отлично, спасибо. То есть, fine — это отличный, прекрасный и так далее. Но также у слова fine есть одно очень распространенное значение, которое обязательно нужно знать, если вы много путешествуете. Fine — это штраф. Да. Но также fine — это штрафовать кого-то. То есть, например, pay a fine — это платить штраф. Пример. Она была оштрафована. Это предложение составлено в пассивном зоологе, поэтому тот, кто не знает пассивный зоолог, не пугайтесь. Она была оштрафована за превышение скорости. Ну что, вы запомнили новые значения уже известных вам слов? Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и чтобы узнать для себя много нового. Хочу вас немножко заинтриговать. Я подготовила интересную серию видеороликов для вас, которые начну снимать уже на этой неделе и выкладывать, естественно, на моем канале. Поэтому, если вам тоже интересно, то следите за обновлениями и не пропустите ни одно видео. Для того, чтобы быть в курсе всех моих видео, подпишитесь на канал, и тогда вам будут приходить уведомления. Ну и, конечно же, я приглашаю вас принять участие в моем открытом уроке, который состоится уже в эту субботу. На уроке я расскажу про тему «there is» и «there are». Как правильно использовать, почему все путаются в этой теме и не знают, когда нужно использовать эту жуткую конструкцию. Приходите на мой урок, и вам все станет понятно. Для того, чтобы записаться на занятие, перейдите по ссылке в описании к этому видео. Я буду ждать вас на занятии в субботу в 18.00 по Москве. Все проходит онлайн и совершенно бесплатно. Поэтому я буду ждать вас. До встречи, друзья! Поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте подписаться на канал. И до встречи в понедельник. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...